Вау! Я думала, сдохну первые 20 минут тренировки, когда у нас был степ. Ну что, буквально мы с вами наряжали эту ёлку вместе. Теперь уже всё, 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 ёлочка. Почти, ой, шарик ещё остался. Разобрано. Сейчас уберу, брать у нас все украшения будут. Ёлку на место. И всё. Новый год, новогодние праздники закончились. Только, кажется, к ним готовились, да? Быстро, однако. Лиза, ты что же сейчас снимать будем, да? Такую красоту. Прямо жалко, я вообще её. Я уже только так не привыкла. Так, ну как видите, мы всё убрали, ёлку убрали. Здесь всё убрали, так стало сразу пусто, вообще дико как-то смотрится. Мы же привыкли к этой ёлке, что здесь так сразу стояло. Здесь всё было навешано. Сразу как-то пустынно кажется. Я вот вам что хотела показать ещё несколько дней назад. Всё, и как руки не доходили. Видите, повесили фотографии. Новые сюда мы следы вешали. С концерта, который у нас был у наших деток. Вот это общая фотография, где все детки. Ну и каждую группу выступления отдельно. Соответственно, мелкие дети. Вот, короче, всё, что было на концерте. И вот они наши зяблики, зяблики, кракозяблики. Вот она, Вероника танцует. Красотка. Короче, навелись красоту. Дети довольны и счастливы, что их фотографии висят. Им так это нравится. Сейчас должен прийти Владик. Взять деньги на маршрутку. Забылось ему с утра ему оставить. А ему ехать на тренировку. На футбол. Так, ладно. У меня ещё чуть больше... Ну, не чуть больше, а полтора часа работы. И потом, наверное, пойду домой. Ну, там, куча возможности, поснимаю. Уже пока что буду делать дальше, покажу. Потому что мне тоже времени не очень много. Надо дойти к произносу до магазина, до зоомагазина. Купить нашей Герде поводок. Потому что остались мы без поводка сегодня. Кстати, я про это не рассказала. Утром я обычно, когда Владик не успевает выводить перед школой, я иду с детьми в садик, веду детей в садик и вывожу. Сразу Герда гуляет. То есть Герду пока привязываю к забору, пока отвожу детей. Потом с ней делаю несколько кругов и иду с ней домой. А сегодня получилась такая же ситуация. То есть я её одела ошейник собаке, нацепила поводок. И только мы открыли дверку из квартиры, она у меня как дёрнулась. И поводу катался у неё в руках. Дело в том, что наш любитель на всё погрызть. Он был надгрызан ей уже в одном месте, прямо там недалеко от карабина за что-то цепляешь. И в итоге мы остались без поводка. Еле загнала её квартиру. У нас не выгуленная ни утром, ни днём получается, потому что нет поводка. И, соответственно, куда с ней идти? Нет, как бы можно было пойти с ней и без поводка бы. Но, во-первых, у меня не было на этом времени. Перед садиком уже невозможно из-за того, куда я ставлю её. А после садика тоже не было времени, потому что, чтобы с ней гулять без поводка, на самом деле, надо не 10-15 минут, а все 25-30, чтобы потом загнать её спокойно домой. Поэтому надо с накрыть нос, попасть в магазин ещё. Примчался Владик за денежку, как я и говорила. Владик, всем привет! Всем привет! Как дела в школе? Нормально. Нормально. Ты тепло делся? Да. Там двое штаны по низу? Да. Точно двое? Да. Ну-ка подыми. Ну-ка подыми. А, ну ладно, верю. Давай, иди там, я на тумбочку тебе положила денежку. О, боже. Закончила я уже работать. Иду какими-то окольными просто путями. Сама не понимаю, куда иду. Так, поменялись у меня планы. Я думала, что после работы я пойду сначала домой, смонтирую ролик. Наш вчерашний влог. Затем потом за детьми. Садик и продуктовый магазин. А, ну, думаю сейчас бегать за ошейником. Для собаки. Ой, поводком для собаки. И потом за детьми и продуктовый магазин. Ну, резко поменялись планы, потому что позвонила Лида. И говорит, она сегодня ездила вместе с мамой в магазин. У нас есть такой очень, ну, насколько я знаю, дешевый магазин, как все люди говорят. Называется он Маяк. Тоже продуктовый магазин. Типа, как мы были в Доброцене, в Людинове. Что-то наподобие, типа, такого магазина. Вот. Типа, мы там все купили, там затарились. Тем, тем, тем. Говорят, очень дешево. Я как бы решила, то, что у меня времени-то тоже с ним обрисовывается. У Люши тренировка была восьмого. Надо все делать побыстрее. Поэтому решила сейчас сразу пойти за поводком для собаки. А затем уже, о боже мой, как скользко. А затем уже пойду сразу за детьми и с ними поеду до этого магазина. Там затаримся, а потом только домой. Потому что, потому что. Иначе я сегодня не успею вообще ничего. А у меня сегодня еще и ужин буду готовить, и лишнюю тренировку вести. Каким-то все чудесным образом надо будет успеть. Все. Купила я собаке поводок. Купила ей кость хромадную. Пускай, кстати, зубы точат об нее. О, надоело уже крыщу подряд, чтобы попадется под руку. И сейчас я иду. Вообще, я хотела зайти еще в магазин. Мне надо капитанальный крем. У меня закончилась капитаналка. И все, караул без него. Ну, не знаю, сейчас 16.33. Успею я, не успею я. Сейчас буду думать, как бы это побыстрее сделать. Тут, кажется, недалеко находятся за спортмастером. Наверное, надо сразу зайти. Иначе потом до сюда опять не дойду. Детки! Итак, приехали мы к магазину «Маяк». Находится, конечно, он тут у нас. Не поберешься, не разберешься, где. Пойдем внутрь смотреть, что там у нас есть. Плохой магазин. Почему плохой магазин? Пойдем смотреть. Магазин должен быть хороший, насколько мне сказали. Так, мы внутри магазина. Какие-то такие огромные просто стеллажи. Но вот что касается колбасы, например, мне больше понравилось в ледино. Я еще здесь не была цветофора. Это тоже есть дешевый магазин цветофор. Но там тоже, что все такое, 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 никакое. Так. Мы купили пока что надо. Я хотела купить еще мясо. Единственное, что я не нашла курицу. Нигде не могу найти курицы. Пойдемте, наверное, зайдем еще раз в холодильник. Посмотрим курицу. А так цены тоже, в принципе, у нас все дешевые. У нас все дешевые. Ленор большой. Сколько тут? 4 литра получается. 226 рублей. Так, кошка мы взяли уже. Кошка мы взяли. Кота нашли. Уйдите вы, откатай. Откатается. Видно, живет в магазине. Отойдите, откатай. Тут всякие штучки, побрякушки. Так, ну что, мы дома. Приехали мы из магазина. Уже успели отвезти Илюшу на тренировку, потому что так получилось, что мы не успевали вообще ничего. Я сразу же вернулась домой. Поэтому снимаем только уже по приходу моему домой. Что мы купили в этом гипермаркете? Во-первых, пару слов. Приделось бы сказать о нем. Мне, со мной, понравился магазин. На другой стороне, магазин не понравился, потому что цены там, в самом деле, низкие. Но свинина, например, я хотел купить там свинина, там написано акция на нее. Она такими огромными кусманами, причем потому, что там написано ее нету, а там когда ребрами, то есть там сразу кусок на тысячу рублей такой огромный лежит. И там это ребра повырежешь, шкурку снимешь, там непонятно вообще, что останется от нее. Плюс курица. Тихо, Вероник. Курица у них не продается в чистом виде, то есть, ну, как-то именно тушками, да, а все по запчастям. Причем это все по запчастям, в таких упакованных пакетах, что ты не видишь, что там тебе внутри даже положено, то есть там голень, там не голень, непонятно на что, короче. И в итоге я, соответственно, это брать не стала, хотя думала взять курицу, думаю, вечером приготовить, либо на завтра. Все, Вероника, не терпешь. Вот уже открыла, да, Вероника, уже открыла. Взяли коробку зефира. На, на. Тебе ж не терпится. Тебе ж прямо не терпится. Ам-ням-ням-ням-ням. Коробку зефира. Сейчас вам потом покажу цены. Зефир, складное облако. Туалетная бумага вот такая, три слоя, восемь рулонов. Что-то около 85. Ну, я вам потом чеком покажу, в принципе, если я взяла оденусь. Вероника, убери руки пока, пожалуйста. Ты взяла себе один и хватит. Угу, угу. Доставай. Вот единственное, что дешевые, там на самом деле яйца. Да, там яйца, там на самом деле дешевые. То есть S1 получается 30 штук стоит 150 с кофейками. Я вам покажу, потому что ценник стоит по 50 рублей. Вот это батон. Десяток. Это хлеб. Трубные тоже, там очень дешевые. По сравнению с другими магазинами, 18,10. Какой хлеб? Это батон. Это хлеб, не батон. Давай доставай отсюда, помогай маме. Взяла макароны, вот такие колосок, но чисто на трубу, потому что я думаю, что они не будут супер хорошего качества в том плане, что могут склеиться. А там бог его знает, может быть не склеится. Это сцебаки гречки. По 20 рублей, по-моему. Хорошо, я все-таки две пачки купила колосок. Две. Одни. Ой, Вероник, аккуратнее. Кошкам понабрала такого корма. Не знаю, такой ячим мы еще ни разу не давали, такой еще ни разу не пробовали им. Короче, взяла 15 штук, опять одна опия, другая опять третьего вида. Мам, помойте кормить. Подожди, Вероник. Шампиньоны замороженные. Тоже покажу цену на них. И две упаковки молока. Две упаковки молока. Какая-то божья коробка ультрапастеризованная. Ой, а где мой зефир? Вот он, кто зефир. Вот он, кто зефир. Это взяла путасу. Килограмм получается. Кило 268. Это я купила на рыбные котлеты. И что у нас тут еще осталось? Пачка. Пачка крабовых палочек. Кукурузных, наверное. Крабовых, наверное, не кукурузных. Это, скорее всего, приготовлю лаваш. 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 Ну, вот, в принципе, их цены, которые я хотела вам показать. Чек. 981 рубль. То есть шампиньон у нас получается 129,90. Путасу 81 рублю. То есть путасу реально дешевая. Ну, кошкам по 10 рублей. Пуалетная бумага 89, 8 рулонов. А так остальное вы смотрите сами. Так, пока мы сейчас это разбираем, убираем. Хладите все, что в холодильник, что в морозилку. И потом покажу другие покупки. Что рассматриваешь? Так, изошла я в магазин с косметикой, как я вам и говорила. Купила детям, там магазин 7 дней, там продаются, косметика и такие товары для дома, для семьи, короче. Вот твоя, Вероника. Вот твоя с принцессой, тебе щеточка. А вот так? Это Илюшке щетку и Владику. Дальше всем решила поменять сразу. У нас Вероника свою щетку, то я, как она это сделала, посеяла в ванной. Куда она ее делала? Я просто не представляю. Это мама новую себе купила? Да, мама купила себе новую тушь. Я вам покажу ее завтра в действии, как она будет выглядеть. Чикаго. Сказали, что очень хорошая тушь, это Artvisage. Она, получается, удлиняет, она разделяет ресницы и делает густыри. Ну, посмотрим. Знаешь, почему я думаю, это моя? Почему? Потому что здесь плохой, потому что она маленькая. Ну, вот твоя с принцессой, тебе, да. Тональный крем, который покупаю обычно. Artvisage тональный крем, устойчивый. Мне он очень-очень нравится. Цена у него приемлемая. А можно? Я сегодня ей будет много. Можно, можно будет до вечера. Это мне дали пробник. И где-то еще у меня был карандаш. А карандаш, получается, уже не от Artvisage, он такой не черный, он, господи, как он называется, кораллового такого цвета. А у меня карандаш? Виктория Ши. Сказали, что хороший карандаш не размазывается вот на глазах. Но, опять же, на руке он смотрится красиво, да, то есть как бы не размазывается, на самом деле, а как он будет смотреться на глазах, это уже другой вопрос. Поэтому это будут завтра пробовать, диктировать, как это все выглядит. И тогда вам уже могу что-то рассказать по этому поводу. А вот и за магазин. Ой, 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 все, теперь щетка, щетка. Сейчас. Так, Герди, я купила новый поводок. Вот такой вот, ну, не знаю, надолго-ненадолго. Три метра взяла. И смотри, какую кость я ей купила. Вот такую кость. Сейчас мы дадим ей, пускай... Вероника у нас сейчас выгнала Марусю из кухни. Потому что она ест. Потому что она наглеет, да, скажи. Мы ее покормили, съела целый пакетик. А она лезет еще и в Мышкина, и в Мусина. Мышонок, какашонок, покушала, покушала, скажи, и спать. Скажи, спать хочу я. Наела свое пузо. Вот так я еще ни разу не вот уследила за ней, ходила ли она в туалет или нет. То есть в туалете написано, она как она, а кто из них это делал, понятия не представляю. Ты решила здесь устроиться поудобнее? Мышь. А, Мышь? Тебе здесь удобно стало, да, спать? Ну, стала вообще ручная, видите, даже она с рук не убегает. Здесь раньше она сразу бежала. Она просто вырывалась. Вырывалась, да. Теперь она спокойно лежит на руках. Да, Мышоночка наш. Маленький. Маленький Мышонок. Маленький Мышонок. Так. Отварила я макароны. Маленький Мышонок. Маленький Мышонок. Вот, кстати, если бы я так наружила, но она написала, пока она убежала, я сразу больно. Она там в кровати или куда-то. Целовашки, обнимашки начались. Мышь, куда собралась? Куда собралась? Правильно. Мяу. Мяу. Отварила макароны, конечно, это жесть жестокая вообще. Да, они какие-то жаленькие. Короче, я их промыла. И сейчас, перед тем, как кушать, буду их обжаривать, потому что так их есть, конечно, невозможно. Да. Да, еще раз да. Илюшу сейчас не привезет наша соседка. Ну, не соседка, соседнего дома. Девчонка. Детки ходят в веселых футбол. Мы же с ней созвонились. Я говорю, Ирина, говорю, скажи, Ирина, что поддевался, потому что пока я сварила макароны, пока смонтировала влог, понимаешь, что там на 3-4 задержусь. Она мне говорит, что ты будешь бегать, говорит, я сейчас его заберу, привезу тебе. Только выйди в третью. Иду. Только ты выйди в третью. К подъезду. Ну, не подъезду, ты сидишь дома. Я говорю, конечно, говорю, выскочу. Спасибо, говорю, огромное. Вероника у нас в ванне пошла. Давай-ка, Вероника, скорее заканчивать. Владик, еще надо мыться. Иду, укаивай свои склезки. Ничего страшного, не произошло. Надо было меньше ау ловить. Ирина пришел сюда с зефиром. Я с зефиром, Вера Илюша. Да. Непонимый кусочек, в принципе, осталось. Она у него взяла и съела. Да? Нет, я делила. Так, ладно, все, детки покушали. Мы успели погулять с Гердой. Я пошла встречать Илюшу, когда Ира привезла его. И как раз взяла с собой Герду. Мы с ней сначала встретили Илюшу, потом пошли на стадион гулять сюда. Да, Илюша? Ты что скажешь, как тебе с ног сбили? Локи, Герда, сбили с ног Илюшу, да? Носились. Илюша упал у нас, скажи, совсем. Ты что пришла? Не выгнала с кухни, закрыла дверку, потому что уже покормила ее два раза с влажным кормом, потом покормила ее сухим кормом, а ей все мало и мало. Сейчас закрыла, там у нас мышка кушает и Муся. Она вот такой хочет быть. Кадушкой, да, не говорила. Мышь, кстати, как будто керна новая. Как новая мышка? Не, правда, она очень сильно изменилась, болят после операции. Она ей, ну, правда, как будто керна мозги прочистили. Ну, Адь, мы еще с туалетом еще не знаем. Задут эту кучу малую будете разгребать. Я не буду делать садик. Чего? После садика придете и будете все разгребать мне. Я после школы специально тебя буду ждать. Да ты что ты. После школы зайду чем заняться, уроками. Я приду и буду спрашивать пересказы устных предметов. Я еще не знаю любви. Я тебе сказала. Я тебе сказала, Ватик. Это история, общество знаний. Вот, 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 вот. Илья, не пускай не кушают, не лезь туда. Я не пускай. О, Господи, как какой-то караул. Герда, она гулялась? Да. И легла спать? Такой прикол, Герда боится вот это вот большое. Все, Рабая, принеси, принеси косточку. Она вообще, мы купили, что-то такой большой ее купил. Она ее боится. Представляете? То есть не потому, что там она не ест их. Потому что я же покупала уже такие кости. Ген, Ген, смотри. Илья, Илья, ляжь в кровать, пожалуйста. Все, она просто убегает. Ляжь в кровать, пожалуйста. Она боится. Хватит прыгать. Ильюша, ляжь в кровать. Хватит мышку таскать. Вот зачем ее таскать? Я могу сказать, что ее нельзя таскать. Она потом приучится к рукам, и будешь ее навечно носить. Он ее гладит. Она около него укладывается спать. Ей хорошо. Ты что здесь разлеглась? Удобно тебе, мышь? Удобно тебе у кроватки? Чтобы она раньше так лежала с кем-то? Такого вообще не было. Что, она рыхнула? Вообще такого никогда не было, да, Владик? Вообще-вообще. А теперь видите, как мы лежим спокойненько. И спим на кроватке с детьми. Она еще в коробочку надыкает. Хорошая наша, хорошая. Нет, конечно. Хватит. Мама все такси нервы вытрепала за эти две недели. Так, ладно, на этом мы с вами прощаемся. Вероника уже положила кровать. Сережа пришел с работы. Сейчас моется в ванне. Все, пока. Да, давайте прощаться. Еля, не трогай ее, пускай она лежит. Она сама на что-то все место, где ей лечь? Молась, ладно. Да, у тебя тут кошатник целый на кровати. Владик? Всем пока, спокойной ночи. Ставьте лайки, ставьте лайки. Всем доставить. Всем пока, не забывайте ставить комментарии. Елюшкин? Всем пока, спокойной ночи. Всем в хорошем настроении. Всем пока. У нас с вами завтра, 24 января. Пока-пока-пока. Желаю петрушни, Марта.